всех приветствую на своем канале сегодня у нас видео о переносе радиатора в новострой на утепленную лоджию радиатор переносится для того чтобы для того чтобы не выпадал конденсат у нас на холодном окне на лоджии для того чтобы более равномерно прогревалась помещение на лоджии вот и на кухне этот радиатор грубо говоря в этом случае уже будет излишним труба у нас под обжим идет радиатор у нас находился вот вот здесь в данном случае он переносится по центру под окна производитель у нас обжимной трубы под обжим can инструмент у нас тоже can очень хорошего качества производитель много лет им пользуются и застройщики и строители то есть для отопления это самый идеальный вариант коротко можно увидеть как производится прессовка вставляется . разжимается чуть труба далее у нас есть две ставочки с большим диаметром и чуть поменьшим прессом подгоняем прессом подгоняем наше расстояние вставляем и натягиваем гайку на муфту есть гайка у нас натянута у нас труба будет удлиняться удлиняться на 2 метра 14 диаметр у нас идет трубы те же самые манипуляции проделываем в том месте где у нас обрезалась труба и где будто на удлиняться все те же самые операции надеваем гаечку надеваем мухту вернее расширяем трубу одеваем мухточку подтягиваем гайку берем наш пресс так тут тут уже будет посложнее наверное сделаем вот вот так и натягиваем натягиваем гайку на нашу мухточку так есть соединение у нас выполнено те же самые манипуляции мы проделаем со второй трубой с обраткой ну напомню что у нас на подачу одевается красная гофра на обратку синяя гофра так расширяем трубу одеваем черную вставочку и обжимаем соединение с помощью обжима обжимным способом считается самым надежным соединением течь здесь нечему вот можно можно посмотреть как выполнен обжим обжим выполнен идеально и теперь у нас следующий пункт у нас сделано штроба в стяжке под стяжка на слой утеплителя и вот здесь у нас под окном будет располагаться радиатор отмеряем необходимое расстояние так как трубки у нас будут находиться за стеклом так как трубки у нас будут находиться на определенном расстоянии перед стеной замеряем это расстояние и отрезаем трубу в последующем соединяем наши выводы вверх до того как обрезать необходимую длину трубы до стены нужно понимать что расстояние батарея от стены у нас радиатор от стены равно 2 с половиной сантиметров если мы выбираем такое расстояние радиатора от стены соответственно расстояние вывода в нижних от стены будет 7 с половиной сантиметров отталкиваемся от этой толщины при расчете необходимой длины трубок главное при удлинении трубочек не попутать их в при обжиме местами иначе вся работа у нас будет насмарку производим все те же манипуляции одеваем гаечку надеваем муфту латунную на трубу пистолетом расширяем расширяем посадочное отверстие трубы одеваем необходимые нам насадки на пресс самое главное не путать насадки правильно их ставить правильно одевать муфточку муфточка с конусом должна идти к нашему к нашей черной муфточки делаем побольше расстояния пресса для удобства пользования и прессом натягиваем муфту на черную айку наш вывод горячей воды холодной воды готов необходимо не забывать что если мы смотрим вперед на радиатор то слева у нас всегда находится вывод горячей воды справа у нас вывод холодной воды случае неправильного подключения металлического радиатора радиатор будет работать некорректно из возможно будет прогреваться не полностью будет уменьшена у него теплоотдача не максимальная будет теплоотдача в случае с правильным подключением и радиатор будет работать некорректно то ли он будет это будет проявляться то ли в неполном прогревании радиатора то ли будет прохладный низ горячий верх то ли еще какие-то проблемы и последний у нас обжимной последний у нас обжим есть можно посмотреть здесь соединение вот такое вот соединение все у нас идеально есть выводы далее следующий у нас этап это одевание гофры пластиковой на выводы заливка раствором предварительно нужно установить радиатор подключить выводы чтоб трубки были четко под четко вертикально шли чтобы было хорошо все соединено закручивание нижних выводов на радиатор даст нам направление трубки без радиатора ни в коем случае нельзя замазывать иначе будут проблемы установки радиаторов сложности у нас никаких нет сверлица 4 крепежа радиатор есть вешается и подсоединяется самый важный момент это правильно обжать трубу и залить ее раствором всем спасибо за просмотр подписывайтесь до следующих видео